Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Космические планы на омском производстве будут создавать по две ракеты «Ангара» в год. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о перспективах. Десантники, ракетчики и школьники. В юнормейцы впервые приняли участие в параде на Соборной площади в Омске. Отметили 23 февраля. Дороги, кадры и жилье Александр Бурков обсудил с главами районов планы по развитию территорий. Вокруг света, не покидая Омск. Парк Пищагава на несколько часов превратился в такую туристическую, уменьшенную модель планеты. Все туристические забавы, какие-то возможности, которые доступны в нашем регионе, распределены по площадкам. И каждая представляет из себя какую-то страну. Такие сюрпризы ждали мечи на туристическом фестивале. И до старта плей-офф несколько часов. Ястребы уже на льду. Ждем прямого включения Анна Кокорина из Балашихи. В городке нефтяников продолжают ликвидировать аварию, за которой затопило целый гаражный кооператив. Трубу с кипятком прорвало еще накануне. Спецбригада на месте работает второй день. Специалисты устраняют повреждения трубопровода. Сколько времени еще понадобится на работу, сказать пока трудно. Шесть административных зданий сейчас отключены от теплоснабжения. Вот что нам сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Воду откачали, перекрыли, поступления воды нет. Проводятся работы по устранению повреждений. Какие повреждения? Повреждения трубопровода. Из-за чего в итоге произошло такое ЧП? Понятно или тоже надо будет рассмотреться? А экспертиза покажет, из-за чего произошло. Еще ЧП. Снова в городке нефтяников. Почти полсотни спасателей накануне тушили пожар. Пар горел двухэтажный коттедж в строительном переулке. В считанные минуты огонь охватил крышу к приезду сотрудников МЧС. Она выгорела дотла. Площадь пожара превысила 150 квадратных метров. Очевидцы говорят, что густой черный дым от пожара было видно за несколько километров. Сильно полыхало? Да, очень сильно. Прямо страшно было. Они сразу не тушили, потому что электрического не было отключено. Кабель начал стрелять. И только после того, когда уже все это перестало хлопать, они уже тогда поливать начали. Пострадавших, к счастью, нет. Хозяев коттеджа своевременно эвакуировали. Удалось сберечь от огня и мебель, установленную на первом этаже. Кабель превратилась лишь в мансарда. Причины пожара за размер ущерба сейчас устанавливают. Омский завод «Полет» будет выпускать по две ракеты «Ангара» в год. Об этом на презентации Национального космического центра сообщил Дмитрий Рогозин. В течение нескольких лет омские инженеры и конструкторы смогут создавать по два носителя ежегодно. А с 2023-го на заводе запустят программу серийного производства. В ее рамках эксперты рассчитывают выпустить 44 ракетных модуля, из которых будут конструировать носители. Так называемые легкие и тяжелые варианты «Ангары». Напомню, весь цикл сборки ракет будет полностью сосредоточен в Омске. В цехах полета сейчас идет масштабная модернизация. Создать комфортные условия для работы и жизни населения, привлечь как можно больше новых специалистов. Такую задачу Александр Бурков поставил перед главами Шербакульского и Калачинского районов. Социально-экономическое развитие обсудили на рабочих встречах. В Калачинске, чтобы решить проблему нехватки кадров, строят жилье для молодых сотрудников. Реализацию программы за последние два года направили 25 миллионов рублей. Еще 75 миллионов выделено на переселение из аварийных домов. Особого внимания требуют у дороги. Чтобы привести их в порядок, район уже несколько лет участвует в проекте «Комфортная городская среда». А сейчас специалисты готовят заявку на всероссийский конкурс. Хотят получить деньги на обустройство местного парка имени Гагарина. Есть вопросы по медицине. Это понятно, тут на стыке у Министерства здравоохранения и вас. Работу это нужно делать совместно. Конечно, беспокоит и вопрос безработицы. А так, вопрос состояния дорог, тротуара, вся эта проблема, она, как говорится, старая. Но у нас на сегодняшний день... План социально-экономического развития представил губернатору и глава Шибакульского района Александр Малаканов. Несмотря на то, что в последние годы весомый урон сельскому хозяйству принесли поводок и чума свиней, район по-прежнему остается в числе крепких. Губернатор особое внимание обратил на дороги. Состояние трассы Шибакуй-Солнцево на контроле у Александра Буркова. Ее ремонт в числе приоритетных обсудил губернатор с главой муниципалитета и другие направления работы, также перспективы развития района. Хотелось детально, может, проговорить по тем направлениям, на которые необходимо обратить внимание, где доработать, где приложить усилия для того, чтобы мы могли все-таки жизнь в районе сделать лучше, да, и доверие наших амичей оправдать. Потому что планы большие, понятно, что не все просто, но, тем не менее, работать мы с вами будем активно и решать поставленные задачи перед нами, президентом и правительством Российской Федерации. Праздничным парадом в Омске отметили 23 февраля в полдень по Соборной площади. Маршировали военные Омского гарнизона, впервые в этом году в параде приняли участие юноармейцы. Не обошлось и без конкурса «Строевой песни» и Никита Смирнов с места событий. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! На Соборной площади все подразделения Омского военного гарнизона. Десантники, ракетчики и связисты, кадеты и курсанты автобранитанкового института. Чеканят шаг и демонстрируют идеальную выправку. Впервые в строю юноармейцы. Общественное движение школьников здесь на общих основаниях. Все, как у остальных, свое знамя и устав, четкий строевой шаг и песня о долгии и любви к родине. 23 февраля – это как бы всеизвестный, всероссийский праздник. Именно в честь мужчин, не только, которые служат или где-то занимаются, а именно для всех мужчин, будущих, настоящих защитников Отечества. В юноармию мы пошли из патриотических соображений. Грубо говоря, только для того, чтобы как-то в наших школьных кругах развивать патриотизм. С Днем Защитника Отечества виновников торжества поздравил глава региона. Александр Бурков наблюдал за парадом с трибуны. Военной выправкой и дисциплиной бойцов подразделений Омского гарнизона губернатор остался доволен. Праздник, безусловно, отмечаю сегодня с гордостью, потому что наша российская армия действительно в расцвете. Это праздник сегодня всей страны. Это праздник, который включает в себя многовековую историю наших побед, сражений. Это праздник ветеранов Великой Отечественной войны. Это праздник ветеранов локальных войск, которые за границами своей страны, но отстаивали интересы независимости и суверенитета России. Парад собрал сотни зрителей. Небесная канцелярия не подвела. Праздник получился теплым и солнечным. Для всех мужчин это, во-первых, знаменательный праздник. Для наших защитников Отечества, которых мы очень сильно любим, женщины должны еще больше уделять своего внимания своим любимым мужчинам, поздравлять их как можно лучше. И не обязательно в 23 февраля, а вообще каждый день надо любить своих мужчин и делать для них праздник. Для нас это очень серьезный праздник, который мы всегда отмечаем всей семьей. У меня два сына. Каждый год ходим на празднование, понимаем, что это важная и нужная профессия, которую каждый мужчина должен пройти, а женщины должны нас в туму дождаться, поддержать. И в мирное время этот бой всегда продолжается. Курсанты автобронетанкового института из Анголы вместо традиционного марша под славянку исполняют национальную патриотическую песню на португальском языке, чем заставляет зрителей удивиться и улыбнуться. Завершился парад конкурсом строевой песни. По его итогам первое место и переходящий кубок губернатора получила вторая рота Омского автобронетанкового института. Никита Смирнов, Сергей Никифоров и Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. На выходной за прошедшие праздники жителям страны вернут в мае. Нерабочий день, который пришелся на День защитника Отечества, передвинули на 10 мая. Поэтому в последний весенний месяц отдыхать будем не только с 1 по 5 число, но и с 9 по 12. Впрочем, следующие небольшие каникулы всем россиянам подарят уже через полторы недели. В марте выходные продлятся с 8 по 10 число. Кругосветное путешествие в пределах Омской области. Сотни мечей стали гостями турфеста. На площадках не только рассказали о возможностях для путешествий. Каждая представляла собой какую-то страну мира. Грецию, Канаду, США, Исландию и, конечно, Россию. Наш корреспондент Елена Смирнова опробовала все на себе и даже научилась летать на метле. Парк Пича-Гава на несколько часов превратился в такую туристическую меньшиную модель планеты. Все туристические забавы, какие-то возможности, которые доступны в нашем регионе, распределены по площадкам. И каждая представляет из себя какую-то страну. Страны не только реально существующие. Есть и, например, одна сказочная. Вот эту площадку подготовил музей сказки Васин Хутор. Мы сейчас узнаем, что здесь есть. Вот Баба-Яга есть прекрасная. Здрасте. Привет, 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 привет. На метле научите летать? Обязательно научим. Это же наш настоящий полет на метле. Каждый может попробовать обязательно. Верхом ее нужно вот так оседлать, вот так вот. Раз. И главное держать ее крепко, чтобы она не выскочила. А вот, например, эта площадка представляет Канаду. В частности, здесь можно научиться кататься на охотничьих лыжах, правильно? Да. Расскажите, пожалуйста, что здесь главное, что нужно, какая подготовка? Ну, лыжи здесь широкие, как видите, деревянные. Они бывают подбиты оленью мехом. Вот. Бывают просто современные на пластике. Вот. В таких лыжах очень удобно ходить по глубокому снегу, потому что не проваливаешься. И, в принципе, можно тропить лыжню в любом месте. Что нужно? Какая-то, может быть, изначальная подготовка нужна, чтобы встать на лыжи? Или любой желающий, вот, с нуля, может... Самое главное – это желание и хорошая физическая форма. Я пролетаю. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. А вот здесь площадка исконно русских забав. Ну, вот, например, такое развлечение было бы популярно у многих народов. Такое устраивали на ярмарке, лишь бы была веревка. Иногда даже устраивали соревнования. Кто прыгал больше всех, например, девушка могла получить в подарок кусок ткани, а юноша – ну, тоже кусок ткани, чтобы подарить девушке. Я человек некорыстный, но просто интересно проверить себя. Очень сложно, зато согревает и бодрит. Всем советую. Судя по количеству гостей, это нещега. Судя по тому, что все они в хорошем настроении, каждый увлечен чем-то, какой-то площадкой. Можно с уверенностью сказать, что турфест состоялся. Ну, а если вы мечтаете о кругосветном путешествии, но не знаете, с чего начать, откладывать, не решаетесь, попробуйте начать с, может быть, не очень дальнего, но увлекательного путешествия по родной Омской области. Мы убедились, у нас тоже есть, что посмотреть и чем заняться и увлекательно провести досуг. Инна Смирнова, Дмитрий Алдыгевченко, 12 канал. Марки по цене автомобиля «Амич» продают коллекцию редких почтовых марок за полмиллиона рублей. Время в альбоме 350 экземпляров. Все они иностранные, посвящены природе и культуре колониальных государств. Совсем не символическую цену владелец коллекции объясняет тем, что некоторые марки уникальны. Их копий нет во всем мире. Ценные экземпляры, по словам продавца, достались ему от отца. Коллекционирование было делом всей его жизни. Авангард сегодня начнет битву за Кубок Гагарина. Первый раунд плей-офф стартует в КХЛ, в том числе и матчем в Балашихе, где мячи сыграют с действующим чемпионом Акбарса. В регулярном сезоне команды встречались дважды. В Казани сильнее были хозяева, победив в овертайме. Ястребы в сентябрьском матче в Балашихе обыграли барсов по булитам. Отмечу, что у букмекеров сегодня фаворитом идет Авангард. Ястребы, кстати, в эти минуты готовятся к игре. На арене Балаших идет утренняя раскатка и напрямую связь со студией. Выходит наш корреспондент Анна Кокорина. Аня, здравствуй. Удалось уже пообщаться с хоккеистами. Как настрой команды? Здравствуй, Даша. Вообще, если честно, здесь, в Балашихе, чувствуется, что все замерло к предстоящей битве. Дело в том, что нас не пустили на лед. Единственное, что мы можем вам показать, это как команда разминается через вот это окошко. Чтобы вы понимали, в подобных условиях проходила раскатка и казанской команды. Никого, ни из журналистов, не было представителей пресс-службы, не пуская. Очевидно, настолько все очень серьезно. Оно действительно оправдано, поскольку встречаются команды, довольно-таки равные по своим показателям и по положению в турнирных таблицах. Но оттого, собственно, хоккей и выигрывает, поскольку будет мощный, достаточно напряженным. И вот сегодня на раскатке, мы вот тут пока наблюдали, заметили, что много было остановок. Боб Хартли что-то показывал на планшете, объяснял. Ну, очевидно, будет и тактика. И мы увидим индивидуальное мастерство наших хоккеистов. Вообще же, эта серия заслуживает особого внимания. Здесь есть сразу несколько интересных дуэлей. Ну, прежде всего, Капитанский и Евгений Медведев, и Александр Свитов. Это капитан Акбарса. На сегодняшний день признаны лучшими бомбардирами своих команд. Ну, очевидно, должны будут отличиться на льду. Перца добавляет еще и то, что Медведев большую часть карьеры провел в Казани, а Свитов в воспитании комского хоккея. Привлекательна будет дуэль вратарей. И наш Игорь Бабков, и Владислав Подъепольский. Под номером один играет впервые в своей карьере. Ну, и наверняка должны будут оправдать возложенные на них надежды и ожидания. Ну, и еще одна принципиальная дуэль – это тренерская. Она обещает нам качественный хоккей. И Зинатула Белелединов. И Боб Хартли. В свое время играли в НХЛ, а следовательно, ну, какие-то отсюда традиции тоже перенесут на лед. Еще интересный момент. Боб Хартли. Он обладатель трех кубков в трех лигах. Очевидно, ну, за кубок Гагарина тоже будет иметь свои представления и свои, что называется, амбиции. Ну, а Зинатула Белелединов – это трехкратный обладатель кубка Гагарина. Поэтому тренерская дуэль тоже заслуживает особого внимания. Что касается хоккеистов, то вот пока парни выходили на лед, ну, отмечу просто свое впечатление. Нет вот тех улыбок, тех смешков, которые обычно присутствуют на открытых раскатках. Парни сосредоточены, довольно-таки серьезны, но это значит, что битва будет по-настоящему великой. Поэтому я приглашаю всех сегодня к экранам телевизора. Мы еще расскажем, как будет проходить трансляция, покажем, как к матчу готовятся местные балашихинские болельщики, как сюда приезжают амичи, а такие здесь тоже есть. Ну, в общем, все подробности уже в следующих включениях. Пока у меня все. Даша. Спасибо, Аня. На прямой связи из Балашихи была Анна Кокорина. Ну, я добавлю, что поддерживать авангард болельщики будут не только в Балашихи и Омске, но и в других городах России даже за ее пределами. Фанаты шутят, уже начали отращивать бороды. Брутальные бородачи появятся на улицах Европы, в столице Хорватии, Белоруссии. С флагами авангарда фанаты пронесутся даже по дорогам Америки. Впереди еще прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». И в завершении выпуска о погоде завтра, 26 февраля, по области в Омске возможен снег. Температура воздуха в районах в ночные часы 10-13 градусов холода, днем минус 12. В Омске ночью до минус 20, днем столбики термометров покажут минус 11, минус 13. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Это все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok